Девушки отдыхают Девушки, как я рада, что пришли. Катюшенька, ты у меня первый раз в гостях, да? Вот мама готовит облепиховое варенье. Оно вкусное? Да. Вкусное. Ну расскажи поподробнее, что это за лакомство такое. Цей рецепт варенья я узнала прошлой осенью. Когда оставила свою дочку у свекрухи, дочка простудилась, но свекруха мне ничего не сказала. Сейчас я приехала уже в гости и смотрю на свою дитину, которая громадной ложкой сидит и ест это варенье. И мне свекруха рассказала, что последние три дни моя дочка ест это варенье. И простуда, как рукой минуло. Мало кто из детей просто так берет и ест облепиху. Катюш, ты облепиху-то любишь вот такую? Нет. А чего? Потому что она кислая. Кислая. Я с тобой согласна. Надя, я предлагаю тебе попробовать это варенье и сказать, какие ингредиенты входят в состав этого варенья. А там еще кроме облепихи что-то, да? Так. Так, Катюшенька, давай вместе попробуем, да? Ты-то уже знаешь, какое оно вкусное? А я первый раз. Вкусное? Облепиха точно есть. Но у нее такой мягкий вкус, не кислый. Хрустит что-то, орехи? Так, Надя, там есть грецкие орехи. И другой компонент, который туда входит, ты его не вгадаешь. Потому что этот компонент залишил только в этом варенье самые полезные речевины, которые он мог. И это шипшина. А шиповник сам по себе, очень полезный. Оберегает наш иммунитет от вирусов, от всяких заболеваний. Значит, мы можем уже начинать готовить? Так. Надя, нам для этого понадобится 100 грамм шиповника, литр в один. И мы это все заливаем, ставим на огонь. Воно должно покипіти 5 хвилин, не больше. И потом настоитись 2-2,5 години. Я принесла с собой уже готовый отвар шиповника. И мы можем готовить уже сахарный сироп. Вливаем наш отвар и ставим огонь на 2 третих мощности. И заливаем 5 килограмма сахара. И готовим 20 хвилин. Надя, ты мне помогает помельче грецкие орехи. А сколько мелко? Чем мелче, тем лучше будет. Обрепиху я попереднюю отобрала от веточек, помила и высушила на полетенце. Чтобы лишняя вода не попала в наш сироп сахарный, потому что варенье может быть слишком редкое. Я перетру обрепиху. Для этих целей мы используем наш блендер. Это очень легко и удобно. Острые на жизни ржавейшие стали моментально справятся с работой, а мы сможем регулировать скорость процесса. Благодаря специальной кнопке. Вот и готово. Так, Надя, мы можем перетирать через сито. Завдяки цему оно будет больше нежное и насыщенное. Катенька, ну что, ты маме на кухне помогаешь, когда она готовит? Да. Да? А что ты любишь делать? Что тебе нравится делать? Да помогать, резать. Мама разрешает резать уже? Здорово. Катенька, а что мама вкусно готовит? Что тебе нравится, как мама готовит? Товчину и картошку. Вот и все. Чтобы маме было просто и легко. Мешай, помогай. Бери ложечку и мешай. Вот молодец, смотри. Не тяжело тебе, Катенька? Помощничка такая. Получилось, молодец, помогла маме. У нас получилась вот такая суміш зоблепихи, которую мы перетирали. И на один момент можемо збирать пену из нашего сиропа. Ну вообще, пена с варенья самое вкусное. И при этом нужно обязательно ее собирать. Почему? Та пена, яка збирается, вона может скисать при температуре 40 градусов. Надо его сбирать всю, чтобы наше варенье могло стоять очень долго и не скисало. Это тоже очень важно. Наш сироп будет готовиться 20 минут, но я уже принесла с собой готовый сироп. И мы можем смешивать наш сироп с облепихой. Сироп загустел, стал похож чем-то на мед внешне. Так, вот такой кількости сиропа нам достаточно, чтобы изготовить наше варенье. Мы можем смешивать нашу облепиху с нашим сиропом и добавлять наши измельченные горьки. Грецкие горьки не просто так в нашем варенье, потому что горьки обладают протизапальными свойствами, снимают воспаление и убивают инфекции. Чтобы мы чувствовали себя лучше, бадьоро и боролися с простудой. Перемешиваем. И наше варенье должно еще прокипятиться 20 минут. Давайте, пока у нас есть минутка, выпьем по чашке кофе. Прощайся, пожалуйста, Оксаночка. Оксаночка, ну расскажи, как вы вместе с Катенькой проводите время свободное? Катя живет с бабушкой, с дедушкой. И в то время, которое мы проводим вместе, мы и гуляем, и можем и готовить. Потому что у нас очень большая семья, и мы как начнем готовить, каждый что-то свое хочет. Наши дети смотрятся, что у нас всякие идеи, так же и Катя. Мама, я там поможу, там не режут. Хоть ей там 5 лет, но у нее есть талант не резать, допомогти. Я ей доверяю там ножик, потому что там она понимает, что можно порезаться. Это все аккуратно делает. И я надеюсь, что в подальшем, то в ней будет больший хист, чем у меня до кухни. Катенька, так что ты к дедушке и бабушке в гости ездишь, да? Да. Кто там живет у дедушки с бабушкой? Курочки, качки. Собачка есть? Да. А как ее зовут? Фунтик. Фунтик? Варенье осталось провариться еще 25 минут. А потом мы его попробуем. Мы сегодня готовим вкуснейшее облепиховое варенье на отваре шиповника с орехами. И, по-моему, оно уже готово, да? Так, нам осталось перелить наше варенье в баночку, яка была попередно простерилизована. И наше супервитаминное варенье готово. Можем пробовать. Катенька, ну что, будем пробовать варенье? Да. Мы обязательно попробуем варенье. Я пока напомню, как мы его готовили. Возьмите облепиху, отвар шиповника, грецкие орехи, сахар. Добавьте в отвар сахар и сварите сироп. Измельчите орехи и проварите в сиропе 20 минут. Облепиху перетрите, используя для этого мелкое сито. Смешайте орехи с облепиховым пюре. Расфасуйте варенье в предварительно простерилизованные стеклянные банки. Закатайте. Вот оно какое красивое облепиховое варенье, да, Катенька? Будем кушать? Да. Да. С удовольствием попробую еще раз. Да. Будем с хлебушком? Да. Ой, какая молодец! Как красиво у тебя получается! До чего же оно вкусное! Подобое, цветами? Да. Кисло-сладкое с привкусом орехов и невероятным ароматом от того, что оно приготовлено на сиропе шиповника. Это делает его еще более вкусным и полезным. Да, Катюш? Да. Угу, спасибо, Оксаночка и Катенька, что пришли ко мне в гости и научили нас готовить такое вкуснейшее варенье, которое еще и от простуд защищает. Привет, Ютюб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!